всем привет всем привет а продолжается наша миссия межсезонья да и вот появились слухи на достоверные слухи о том что мозы и юрий альберта не собираются возвращаться своей команды да вот если кто не знает то мозы сыграть за футбольный клуб заре мадам юрий альберта играет за зенит вот ну и давайте это все обсудим ну почему они вообще решили не приезжать свои клубы потому что фифа выпустила разрешение при остановке контрактов до лета 2023 год то есть течение года любой игрок который играет rpl может приостановить свой контракт и там играть за другую вот вот такая история но сначала про юрий альберта насколько я знаю он не приехал на сбор в петербург вот и сказал что я хочу остаться в бразилии в бразилии да и зенит сейчас работает над тем чтобы отдать его в аренду на годовую аренду годовую аренду да и уже потом через год уже посмотреть что будет то что будет возможно что он вернется в зенит скорее все таки произойдет да ну что я скажу про юрий альберта потеряли для этой земли для зенита ну совершенно нет на место юрий альберта уже берут к сэр вопросом от трех миллионных евро транс или что-то что-то около этого да ну и на мой взгляд а к сэр а который играет сочи он на на три головы выше по своему уровню чем юрий альберта потому что вот он его купили до юрий альберта зимой за 20 миллионов на мой взгляд он никак не проявил слова совсем но забивал но он косячил очень много на мой взгляд и иван сергеев ничем не хуже юрий альберта реально давали шанс у него играл ему все равно давали шансы давали шансы вот все равно на мой взгляд он не показал тебя вот поэтому если он останется в бразилии не останется там в аренде и не пени и не будет играть за зенит в этом сезоне ну и хуй с ним как говорится да зенита ничего никак не пострадает у зенита станции достаточно хороший нападающий тут же иван сергеев тоже кессера которого перейдет да это вполне более чем достаточно бакаев там будет вот поэтому для зенита это совершенно не потеря ну не хочешь играть на единых и все гибли там доказывает что ты ты не и малкам ты не клауди нет и но никак не не как эти игроки клауди не там не приехал но другое дело клауди не уже играл в тренировочном матче все с этим нормально вот теперь давайте проект поговорим про футбольный клуб заре мои конкретно про мозг который также не хочет играть за спартак да и хочет куда-то перейти ну у мозга еще зимой собирался свалить из спартака да и она на мой взгляд вот если такая объективно говорит не привязываться к кому-то клубу да я считаю что у нас было бы выпиздить еще зимой из клуба блять потому что на мой взгляд а мозг это такой наемник наемник причем низкокачественный наемник 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 вообще до пизды что и когда лишь бы такой бабки да и его уровня к его уровень спартаке но мне кажется он очень недостойный вот поэтому если он хочет уйти ну и идешь нахуй все поэтому я считаю что если мозг сам не вернется спартака не вернется туда придет куда другую команду может может турец каковую то команда вполне реально или там какую-то английскую команду сильно переживать спартакам по этому поводу не надо потому что он есть то что у него ночь и сильно снизил все требования когда ему там подписал новый контракт со спартаком вот и поэтому слишком плакать по поводу мозга не надо и вообще не от плакану не хочет играть все-таки я считаю это не основные игроки что зенита со спартака да и вообще так бы если они хотят уйти в им пусть пизду вот такое мое мнение по поводу помозится и юрия альберта то есть никаких проблем что у спартака я не спартака в футболе клуба зарема конечно не спартак спартак был при романце и старости это футбольный клуб зарем вот то что у сау футбольного клуба зарема что зенита не принципе с уходом этих игроков не буду повторяю они все в аренду выйдут по крайней юрия альберта точно я видел вариант вот так что ждем новых новостей и будем следить всем пока